В районе Патрокло началось строительство дорог, которого местные жители ждали несколько лет. Проект в микрорайоне был разработан несколько лет назад. За это время многое изменилось. Поэтому городское управление дорог собрало и проанализировало все пожелания местных жителей. И их учли при корректировке проекта. Желания жителей, которые недолгие годы обращались с этим в город, в администрацию, это все учли. И сейчас, на самом деле, проект относительно той редакции, которая была несколько лет назад сделана, он сильно изменился. То есть там появились более широкие тротуары, там появились велодорожки, там появилось больше пространства для озеленения. И в том числе была пересмотрена схема движения, ее габариты, таким образом, чтобы снизить скорость трафика и сделать эти проезды, которые являются улицами местного значения, более безопасными для пешеходов. На днях строители приступили к обустройству транспортного кольца на пересечении улиц Североморской и Сочинской. Во время стройки условия для участников дорожного движения более стесненные и неудобные. Но же совсем скоро проект будет реализован. У этого кольца будет внутреннее кольцо, оно будет выполнено в другой фактуре покрытия. И оно будет чуть-чуть выше основного покрытия проезда. Но при этом оно будет позволять большегрузной технике, автобусам, наезжать на это внутреннее кольцо, если вдруг не будет хватать радиуса поворота при разъезде. Поэтому переживания жителей, они немножко преждевременные. Потому что когда в проектное положение уже встанет вся конфигурация кольца, оно будет достаточно комфортным. И оно будет соответствовать всем требованиям безопасности, всем требованиям мобильности транспорта. Поэтому считаю, что нужно дать возможность закончить работу строителям в том формате, в котором сейчас работают. Напомним, в этом году в рамках мастер-плана развития Владивостока и реализации средств специального казначейского кредита вместо грунтовок появится почти три километра новой комфортной улично-дорожной сети. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Продолжение следует...